Почем проезд? В Украине вновь заговорили о платных дорогах. Даже сроки уже намечают. А вот в Германии этот вопрос и вовсе получил политическую подоплеку. Мои коллеги из Берлина и Киева Татьяна Лугунова и Инна Жмут расскажут подробнее. Автобаны. Гордость Германии. Без ями выбоин. Почти без ограничения скорости. И почти без платы за проезд. Пошлину за пользование автобанами в Германии платят только водители грузовых машин. Пока платить должны и собственники легковушек, считают немецкие консерваторы. Причем исключительно иностранцы. Это идея христианско-социального союза, который шел на выборы в блоке с партией Ангелы Мерки. Мы ясно дали понять, без введения сбора для иностранцев коалиционное соглашение не подпишем. Эксперты подсчитали, что благодаря сбору казна получит до миллиарда евро в год. На эти деньги можно построить многое. Почему только иностранцы? Логика такая. Водители из других стран, как и немцы, разбивают дороги. Но граждане Германии платят драконовские налоги на автомобили. Часть этих денег идет на ремонт автобанов. Иностранцы же катаются бесплатно. Консерваторы предлагают продавать приезжим специальные наклейки. На год 100 евро, на несколько дней или недель дешевле. Но пока это только предложение. Партия Меркель и социал-демократы категорически против. Мол, как-то это не по-европейски. К тому же Бельгия или, например, Нидерланды могут обидеться и ввести ответную плату для немецких водителей. Страны соседи Германии пока молчат. А вот в Украине, куда немцы ездят гораздо реже, платные дороги могут появиться. О таких планах расскажет моя коллега Инна Жмут. В Украине, конечно, другая ситуация. Похвастать дорогами без ямы ухаба мы вряд ли можем. О том, что за хорошие трассы нужно платить, у нас, говорят, последние годы четыре. Сначала озвучивали две-три. И вот сейчас Украфтодор заговорил о шести магистралях, которые в будущем, возможно, станут платными. Вот эти дороги. Вы видите их сейчас на карте. Общая сумма работ чуть больше 90 миллиардов гривен. Но главное, речь идет не о ремонте существующих дорог, а о строительстве новых. У водителей должна быть альтернатива ехать по хорошей дороге, но платно, либо бесплатно, но по ямам и ухабам. А что, я за нее и так плачу, заправляю бензин и все остальное. У нас, я так понимаю, это заложено все. Если она будет обслуживаться, нормально. Если будет человек, который за нее отвечает, а не так, как у нас отвечают все и за все, то почему бы и нет. Самое главное, найти бизнесмена, который построит дорогу и получит от государства гарантии, что в будущем она окупится. Якобы европейцы интересовались, но кто конкретно, в Украфтодоре не говорят. Зато озвучивают возможную цену для водителей. От 30 копеек до 1 гривны за километр поездки по платной дороге. Всеми своими планами служба автомобильных дорог обещает поделиться через неделю. В целом же, проект строительства в Украине платных дорог обещают закончить уже через 7 лет. Для сравнения, в Соединенных Штатах Америки платные дороги возводили 17 лет. Вот и судите сами, скоро или нет в Украине будут хорошие автомагистрали. И нажму Татьяна Лагунова и Юрий Романюк. Подробности. Телеканал Интер.